сегодня я хочу поделиться с вами тем как я обрабатываю косой бейкой даже тот же футер вот например у меня кусочек моего платья футер остался смотрите вот это косая бейка хлопчатобумажная что мы с ней делаем я сейчас вам покажу на этих примерах и я думаю что это заменяет нам обтачку проем обтачку горловин вот эта косая бейка такой способ но используя косую бейку только хлопчатобумажную раскрыли прострочили одну строчку затем настрачиваем шов обтачивания на нашу косую бейку она прекрасно ложится когда у вас делаем это с лицевой стороны прошиваем 0 1 после этого я специально взяла темненькие ниточки чтобы вам было видно после этого наступает очередь в имя от его не нужно взять ниточку с иголочкой и выметать то есть отогнуть зафиксировать вот эту форму выметывание всегда выполняется с нижней стороны чтобы видеть вот этот вот кантик перекат его называются на изнаночной стороне и вот такими вот стежками вы аккуратненько вот это все выметываете нанизывая на одну иголочку то что вам нужно когда у вас есть выпукло вогнутые участки вот у меня маленький кусочек напрямую я показываю полосочки то вы там где у вас участок очень подмышкой например подмышкой пройму вам надо обработать вот таким образом значит вы вот эту косую бейку когда вы ее приметываете вы ее при посаживаете чтобы она приобретала при утюжке вот форму вот такого овала ее нужно будет при посаживать ну а когда прямая линия то делайте соответственно вот так вы метали теперь опять идете на машину и прошиваете 01 и вот какой результат у вас получается на изнанке очень легко и очень быстро но и на лице на лице появляется вот такая строчка если ткани у вас пестренькие то есть если вам для вас это не важно во первых нитки подбираете точно в тон тогда они будут не так видны можно делать не такую широкую нашу косую беечку делать можно ее поуже и тогда будет у вас гораздо лучше все давайте еще разочек попробуем вот на этой вот косой сделать она у нас маленькая попробуем сделать на ней можно делать ее обрезать можно если вы широкую купили можно ее сделать поуже обрезайте немножко одну сторону делайте ее поуже то есть вот такой вот способ который я часто часто применяю когда мне нужно заменить обтачку и во многих изделиях это получается гораздо чище аккуратнее и симпатичнее во всех отношениях пришили еще раз показываю до после того как пришили ну чистим понятное дело на строчили обязательно шов обтачивания на обтачку или на косую беечку как мы обычно это делаем поставим рассечки и там где выпуклые части высечем треугольнички и по выполняем вот этот шов настрачивания чтобы он укреплялся когда рассечки здесь есть их нужно укреплять затем отгибаем наизнанку и выполняем вторую вот такую строчку до минусом является то что мы видим вот эту строчку на этой стороне и сейчас я вам хочу показать другой пример когда мы этой строчки на этой стороне не видим нагревается сейчас я вам покажу еще один способ который у которого не будет вот этой нашей строчки на лице смотрите опять вы делаете вот так затем если у вас прошилась вот здесь довольно таки широко а вы хотите чтобы было поменьше вы можете легонько вот так подрезать оставить там скажем миллиметра 34 миллиметра чтобы было деликатно и аккуратно потом берете вот так все раскрываете видите как я уже все раскрыла можно поутюжить предварительно чтобы было легче вам делайте вот так тоже вы метываете конечно вы метываете чтоб вам было удобно огибаете просто огибаете смотрите и настрачиваете этот припуск 01 на строчили вот таким образом это видно здесь здесь вот такая широкая беечка у нас осталось берете эту беечку подрезаете в 01 аккуратненько так так как у вас косая бейка она выкроена под углом 45 градусов не надо беспокоиться о том что вот этот срез у вас распустится он никогда у вас не распустится затем вы загибаете вот это на нижнюю часть наизнанку и вы метываете фиксируете вот это все утюжите после утюжки просто несколькими закрепками можно закрепить а если вы обратите внимание как обработаны промышленные образцы то они ничего не закрепляют просто утюжит и все у меня тоже есть таких несколько вещей где я просто по утюжила потому что на тонком шелке не всегда бывает вот это а на тонком шелке мы можем это потайными стежками закрепить что я сейчас вам покажу на следующем образце но для этого нужно его по утюжить чтобы работа выглядела очень очень прилично то есть иногда оставляют просто вот так а иногда можно взять и дать еще одну строчку посмотрите как это тоже получится и такой прием я применяю то есть смотрите закрепили второй строчкой здесь да здесь тоже появилась строчка но повторяю если она делается ниточками в тон то это тоже получается очень аккуратно очень элегантно чистенько и хорошо то есть вот такие приемы вы можете использовать работа с так называемой косой бейкой повторяю полиэстер косую бейку я не беру в работу никогда она расползается уже в процессе работы а вот такие вот хлопчатобумажные разного цвета крепенькие широкие узкие я использую довольно широко чего и вам желаю давайте сделаем остановку сейчас я подготовлю еще один образец до шелковой ткани из беечка из органзы посмотрим что там у нас получится все